ДИСКЛЕЙМЕР 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 И всем привет, друзья. Продолжаем. У нас вторая серия. Я тут пришел, поспал, потому что надо будет спать почаще. Поспал, и погода что-то вообще не радует. Я так смотрю. Давайте сейчас секундочку. Пока здесь тихо, что громкость немножко очень сильная. Где-то вот в эти 17%. Вам, если что, подниму отдельно уже на монтаже. Вот, я поспал, и у нас сейчас стоит цель какая? У нас цель потратить все наши 65 очков. Посмотрим, на что можем их потратить. Я думаю, давайте посмотрим сразу по двигателям. Что у нас по двигателям? Где у нас двигатели находятся? Вот наш базовый модульный двигатель, который у нас один на один. Вот у нас находится все, что нам нужно. Стартер для него. Давайте выбираем. Изучить. И ложимся спать. В принципе, так сейчас все придется сделать. Я не вижу смысла сейчас ехать, что-то делать. У нас есть деньги, у нас есть средства. И, скорее всего, поедем. Вот тут у нас, видите, есть Airstrip Airbase, как база какая-то. Можем съездить туда, посмотреть, почем она стоит. И, если что, ее купить. Бутылочки, кстати. Пробочка не берется от бутылочки. Непонятный мне язык в полосочках. Ладно, давайте ложиться спать. И ждать, когда у нас изучится. И вот у нас изучились модульные двигатели. Вот. Теперь следующее, что мы будем изучать, это у нас... Как это же изучилось? Почему оно 2А? А, не пропало. Все. Хорошо. Дальше. Я считаю, как можно лучше улучшить наше... Даже не знаю, электричество сейчас нет, наверное. Вот. Что нам еще нужно? Двери. Даже не такие двери. Когда у нас там будут следующие двери? Мне это интересно. Это у нас... А, вот Custom Doors мы потом произучим. Вот, да. Нам нужно сюда вложить 20 очков в эти двери. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у нас еще есть. Я думаю, нам надо вот это изучить. Это очень круто. Вот этот гиро, это вообще он будет спасать нас всегда и везде. Поэтому его тоже сейчас изучаем. Ставим на изучение и ложимся спать. И вот у нас изучили все, что нужно для... Хеликоптерс называется. Вот у нас для вертолетов. Так, F встать. Вот. Следующее, что мы будем изучать? Так, на... М у нас, да? Вот M. Так, это мы изучили. Что у нас следующее? Тут есть двигатель специальный, парашюты, шасси маленькие, я так понимаю. Вот. Что у нас там еще есть? Топливный большой насос. Это, кстати, бы я прокачал. Потому что эти насосы очень хорошенькие. Вот. Что у нас тут дальше? Кнопочки. Не нужно. Мониторы пока тоже не нужно. Ну, давайте двери изучать. Изучим... А, у нас почему 20? Получается, нам 15 надо вот потратить на вот это вот... Что тут оружие пока? Ну, оружие никак. Потому что, во-первых, мы сейчас изучим 10 оружия, а потом его, ну, устанавливать... У нас ангар не подойдет для такого, чтобы установить. Вот. Смотрим. Это у нас все, что для печек нужно. Вот. Радиосистемы. Какие у нас здесь есть? Вот смотрите. Вот. Вот это вот нам то 100% нужно. Что это у нас такое? Лазер. Камеры. Player Sensor. Транспондер. Вот это надо будет тоже установить. Сделаем системы. Все нужные. Вот. Давайте изучать. Оно недолго будет изучаться. Оп. Все. Спим. И вот уже изучились достаточно быстро. Следующее. Давайте... Не. Давайте все-таки самые большие, сейчас самые такие дорогие изучим. Бля. Тут еще смотрите, что это у нас такое. A weather station have detect in the common impact. Event. Мой английский в ней, к сожалению, не позволяет это перевести. Давайте я возьму переводчик. Переводчик. Открываю приложение переводчик. Где мы сейчас? Будут метеоритные осадки. То есть все метеориты может бахнуть. Бля. Мы сможем это увидеть? Нет. Интересно. Когда это будут? Нас тут сигнализация заработает. Сирена. О, это же сирена. Это сирена. Что это такое? Вот это сирена. Ну, похоже на это. Потому что в реальной жизни сирена это же не как динамик выглядит на самом деле, чтобы вы не заблуждались. Насколько я знаю, сирена выглядит как вот так вот выглядит. Тут у нас посередине стоит двигатель. И вот тут у нас вот такая вот балда. Там стоит крыльчатка. Очень похоже на вентилятор. Но у нее тут прорезь. И когда она бьется, она создает такой гул вот этот, которого мы все знаем. Вот это вот он. А тут у нас стоит двигатель. Что это у нас там еще? Птица сидит. О, вы это видели? Звезды. Сколько играю в Stormworks, ни разу не видел, что у нас тут есть звезды. Прикиньте. У нас звезды здесь есть. Так. Ну вот это, короче, наша сигнализация. Power. Что это у нас такое? Бинокуляр. А фонарик есть? О, фонарики! Бля! Рай вообще. Сюда кидаем фонарик старый. И он заряжается, типа, да? Зарядится? Да, заряжается фонарик. А когда это добавили? Где-то с модом каким-то я поставил. Я просто уже не знаю, что я ставил и куда. Вот эта сирена. Это очень похоже на сирену. Я, конечно, могу ошибаться, но... Это очень похоже на сирену, как она есть в реальной жизни. Ну да, это сирена. Вот даже написано, это сирена. Видите, я не долбоёк. Хотя я могу таким оказаться. Вот эта сирена, даже там написано. Я был прав. Потому что многие себе сирену представляют, как вот сиреноголовый. Вот, типа, вот такие вот рупоры. Вот это всё. На самом деле, сирена выглядит не так в реальной жизни. Это неэффективно, как показывает практика. Так, мы вообще отошли от темы. Давайте... Где у нас тут, блядь? Вот от... Где она? А, вот двери. Всё, изучаем двери. Ложимся. Спать. Так, всё, двери изучились у нас. Давайте следующее. Блин, жалко, нельзя отсюда. Прямо на кровати лёжа изучать. Так, нет. Вот это нам надо. Всё сразу изучаем. Ну, без вот этих дверей, ну никак. Потому что оно... Это очень полезно. Очень важная часть, деталь для любого. Для самолёта, для всего. Очень удобно делать. Лучше сделать какой-то такой небольшой удобный лючок, который мне подойдёт. Чем мучиться с чем-то другим. Всё, кастомс дверь. Видите, как быстро изучаются? Пока я разговаривал, они уже изучились. Вот, поэтому это того стоило. Дальше. У нас есть навигация. Это у нас чистые. Африкан горизон, GPS сенсор, компакт сенсор. Так, вот тут надо очень грамотно подойти к этому, потому что очков немало. Нужно бы их грамотно потратить. Так, это у нас не подходит. Кнопку я бы... Вот не знаю даже. Вот это вот я изучу, наверное, да. Первым делом вот это. Тут у нас и пневматика есть, как видите. Но для пневматики нужно вот этот насос. Ну, вроде как. Нужен насос для пневматики. Вот. Тоже сенсоры. Логику точно нет. Логика, ну, нахрена нам логика. Ну, вот вопрос. Вот, поэтому давайте вот это вот изучать. Да, ложимся спать. И следующим делом, наверное, изучим уже датчики какие-нибудь, потому что у нас уже мало датчиков, много всяких полезностей, а датчиков мало. Нужно ими обзавестись. Вот, все, у нас изучились датчики. Вот как раз быстренько все это происходит. Почему-то только двигатели долго изучались. Что это у нас? VGL, S-Activator, Transponder, Location, Signal. Ну, понятно. Ничего новенького так. Смотрим. У нас тут в этот центр не вижу смысла пока делать для этого. Потому что мы получим какие данные. Вот лебедочку, я вот это вот, да, прокачал бы, да. Лебедочку, да. Ну, тоже, лебедочку прокачай, потому что, куда ее потом ставить? Вот это все. И там она 10 очков хавает. Поэтому давайте это отложим, этот вопрос с лебедочкой. Вот. Тут уже 20 нам не хватает. Ну, все, да, кидаем все остальное на всякие датчики. Где у нас тут датчики какие-то полезные более-менее? О, я вот это бы прокачал. Ну, 20-ку стоит. Пчаленько 20-ку. Это у нас и баттон тоже нет. Лайер сенсор. Лейзер поинт сенсор. Ну, вот не знаю, честно говоря, что нам больше пригодится. Вот это и все, у нас ничего не будет. Чисто баки прокачать и в насос большой. Очень сложный выбор. Ну, давайте вот это вот. Вот оно у нас понадобится по-любому. Навигация. Это нам 100% рано или поздно понадобится. Радары. Ну, радара не хватит по-любому. Поэтому давайте ложиться и ждать, когда у нас прокачаются. Дальше, как видите, очень дорогие пошли прокачки. Уже просто по 20-ть там уже. Это будем долго нахайфливать. Так, сколько у нас там осталось? У нас осталось десяточку. Десяточку, в которую мы можем вложить. Можем вложить. Это, видите, двадцатку. Видимо, следующий уже будет тридцатку стоит. Ну, конечно же. Вот. Так-то даже... Я бы вот это прокачал. Лебедочку, конечно. Ну, больше хочется вот это прокачать, честно говоря. Потому что здесь маленький компакт роботик пивот. Это имба. И вот эта штука, это имба. Для каких-то всяких мостов, выдвижных всяких штучек. Это очень нужно. Но у меня без этого будет очень сложно. Я очень привык такими пользоваться. Ладенько, давайте пока не будем тратить. Первым делом, пошлите. Пока у нас еще... У нас эта фигня еще не пропала. Пока не пропала. Но мы как раз в этой зоне... Хотя мы были, когда у нас там был этот... Эмм... Этот цунами. В предыдущей серии. То мы были вот здесь. А цунами было... Вот оно шло... Типа вот центр был возле нас. И оно шло вот так. Вот таким радиусом. Но цунами все равно затронул ближнележащие всякие острова, как понимаете, да? Он не входил в эту точку. Видите, он был точно так же на уровне, как вот здесь. Но все равно задело этот остров. Поэтому... Почему этот кружочек ни за что не отвечает, я не знаю. Но метеорит и шинич не могут так разнобойно падать. Какое же красивое небо, вот честно говоря. Вот сколько играю в Stormworks. Никогда не смотрел на небо, так что оно такое красивое. Не, было пару раз там, знаете, всякие закаты красивые. Но вот сейчас смотришь, а оно такое чистое. Такое, как в жизни. Честно говоря. Так, давайте, короче, свет включим. Что у нас тут? Электричество жалко. Че шо? А то темно постоянно. Э, он не работал, а, заработал все. Он разгорался долго. Во, смотрите, как красиво. Прекрасно. Вот интересно, это можно скинуть сюда и получить за это деньги? Ну, пожалуйста. Смотрите, что можно. Нож рабочая, вся фигня. Так, где у нас тут? Так, как у нас тут? Ага, отручную тормозу включил, да? Да. Ну, в принципе, мы вот здесь, вот здесь вот, если будет. Тихо-тихо-тихо-тихо тормозим. Все, выходим. Можем его запихнуть? Нет, точно не можем. Но вот здесь по-любому, у меня лодка однажды выпрыгивала вот сюда вот. Не врезался, здесь можно было забрать. Туда нет смысла ее скидывать. Так, где у нас тут? Реверс есть? Да, вот реверс. Вот реверс. Все, выезжаем, это нам больше не пригодится. И вот тут его паркуем аккуратненько. Стоп. Все, выпрыгиваем. Я бы его загасил, конечно. Потому что это торопчение под ухом будет. Потух. Что у нас тут по топливу? Можно, кстати, все это топливо сразу перевести в доллар. Где у нас тут топливо? Так, что это за херня? Вот это вот херня, вот это вот. Все пропало, это был реверс. Пропало же, да? Не послышала столько, что ладно. Все, давайте, короче, у меня принцип такой я хочу сделать. Хочу сделать маленькую табуреточку, не вот ту, которая, чтобы возить люди. А что-то более компактное. У нас появился как раз модульный двигатель, который может нам позволить здесь, что-то очень компактно. Знаете, там на парочку цилиндров. И что просто ездит от места к месту, и прям максимально экономно ездить. Ну вот, правда, экономно-экономно. Потому что даже то, что я сделаю, конечно, вот так. Наплевательский к этому отнесся. И сделал какую-то херню. Тень какая прикольная. Ладненько, все. Давайте делать нашу вот эту маленькую лодочку, маленькую табуреточку, чтобы можно могли просто сплавать к островам. Может какие-то коробочки полутать. Можно, конечно, и... Даже не знаю. Ну, ладненько, давайте сделаем маленькую коробочку, эту табуреточку, сплаваем, пособираем коробочки, посмотрим острова, которые мы сможем купить. Вот. Я, наверное, не буду никак не перематывать, ничего. Просто уже покажу вам готовую лодочку. Вот. Потому что тратить на это время ваше и свое я не хочу. А это просто будет максимально простая лодочка. Никаких новшеств я вносить не буду. Может, кратко пару слов про нее скажу, и все. Все. Я побежал. Строить лодочку. И вот я, короче, построил лодочку. Не вот эту лодочку. Я просто пришел, потому что на улице, как мы видим, ночь. Я проспал парочку стихийных бедствий. Одну, которую я получил, это цунами. И метеориты я проспал. Как-то я их вообще не заметил. Метеориты хоть ездил тут, вот, как видите, сюда катался. Тестировал лодочку, еще скатался. И получил, как видите, немножечко очков. Я съездил просто где-то вот тут, либо где-то вот тут, вот туда. Вот тут были 8 пострадавших. Я просто взял, съездил сюда, забрал их и отвез вот сюда, вот пострадавших. Все, больше ничего не делал. Также здесь, видите, у нас какая-то новая Extreme Weather, сейсмическая активность, large-scale ocean, dispatchant, цунами. Да, тут видите, цунами будет. Где-то в этом районе будет цунами, опять же, которого мы уже видели. 70 тысяч, как видите, денег я получил. Это без лодки, понятно. Мы сейчас лодку не учитываем, потому что лодка не стоит. Вот, у нас есть 39 очков, которые мы можем вложить в оружие. Точно нет. Что я хотел, вот реально, что я хотел вложить. Но сюда пока точно нет смысла. Хотя, радиатор 5 на 5. Классная штучка. Но вот, не знаю. Вот это вот я хотел вложить, 100%. И что у нас еще, кнопки не прокачанные, очень важная фигня. Ну и все вроде. Вот это вот, не знаю, насос. Очень сомневаюсь в некоторых вещах, нужны они нам, будут нужны нам или нет. О, вот это нужно. Вот эти вот дальние, как они называются, фонари дальнего действия, или как их назвать, противотуманки, наверное, потому что желтого цвета. Вот, нам нужны колеса не так нужны, как противотуманки. Ну, смотрите, давайте сейчас приоритетность поставим. Первая приоритетность у нас, понятно, вот это. Мы его изучаем, ставим на изучение. Потом у нас ставится 19 очков. Мы, наверное, изучим, что у нас есть. Фонари дальнего света есть. И все вроде, да? Да, только фонари дальнего света и все. Пока, хотя что у нас тут по этому, это у нас что? Aircraft Propeller. Блин, и вот это, наверное. Но у нас не хватает одного очка. Вот, парашют здесь есть, Aircraft Propeller нам очень нужно. Ну, давайте, наверное, вот это вкачаем, а очки еще получим. Вот, план какой он сейчас у нас будет? Мы, наверное, я вам покажу сейчас лодочку, поспим, покажу лодочку. И поплывем вот сюда, разведаем. Вот это вот, посмотрим вот у нас тут Airship Base. Потом посмотрим вот тут, вот тут и вот тут. Вот сюда я не знаю, плыть не плыть. Мне, честно говоря, стрёмно, потому что, как видите, здесь у нас военные действия какие-то. Ну, может, быстренько, так знаете, краем глазом у нас получится открыть. Ну, то есть, вот тут проплывем. Может, чуть-чуть откроем, увидим, что тут. Вот, также у нас здесь есть Aircraft Base нейтральная. И вот тут креативная база нейтральная. Но вот креативная база, можно, кстати, топливо украсть и получить немножечко денег. Потому что очень хороший заработок это украсть топливо. Так, кстати, я же не поспал. Мы просто возьмем какой-нибудь танкер и отбуксируем его, наполним. Ой, что-то я очень много поспал. Давайте еще поспим. Хотя тогда цунами будет быстрее. Два пострадавших, смотрите, доставить в госпиталь. Вот так вот поспим. Утрое и раннее утро, потому что... Ага, погода лучше не стала. Но вроде сильных волн нету. Так, давайте фонарик обновим. Капец, я не знал, что такая штука появилась. Это же вообще удобно, как стало. Взял фонарик, взял новенький. Все, верно, всегда есть фонарик. Все, бежим. Как видите, у меня шланг не просто так, потому что я решил, каждый раз лучше я буду заправлять лодочку. Так, лодочка у нас не заспамленная, видите? Давайте ее заспамнем. Лодочку, вот я сохранял ее. Лод. И вот наша лодочка. Да, это вроде как, да, от одной тоже. Вот наша лодочка, такая маленькая. Здесь можно перевозить 8 человек. Ну, видите, я максимально пытался сделать компактную. Она тоже очень сильно погружается в воду, но стабильная очень, потому что я использовал, тут у нас гироскоп находится, вот, которого мне очень не хватало. И видите, я поставил большой элерон, чтобы нас не подкидывало, то есть не кренило, наверное. Вот так у нас, чтобы нас не... Вот, я не знаю, как называется это, крен, там, тангаж, все эти, я точно не помню, за что отвечают. Но сама суть, чтобы нас сильно не подбрасывало вверх, чтобы мы были достаточно ровными, и нас не переворачивало. Поставим. Но все равно переворачивает, если захотеть, перевернет, да. Но, вот, у нас здесь стоит двигатель оппозитный 6-цилиндровый. Давайте я как-то покажу, как могу. Вот, стоят баки, вот, с топливом у нас небольшие два бака. Хавает, он вообще еле-еле. Вот наш оппозитный 6-цилиндровый двигатель стоит в задней части. Один винт, два радиатора, которые также качаются через помпы. Вот, все, у меня тут как можно делал максимально производительный. Также у нас и воздух качается через помпу. Вот, у нас помпа стоит, которая крутится и качает нам воздух. Дополнительная мощность у нас таким образом возрастает. Вот, у нас выход этой помпы. Дальше, что могу еще сказать. Все нужные, какие были, вот, я как мух разместил, вот, самые-самые нужные. Но кроме починки. Вот, починку просто никуда не вставить. Тут везде вот это вот микроконтроллеры стоят, поэтому, типа, если я попробую снести, вот, вы видите, здесь микроконтроллер, здесь микроконтроллер, поэтому я не знаю, куда тут впихнуть его так. Чтобы оно встало. Тут, видите, тут мешает труба, вот это вот. Ну, поэтому как-то будем без починки. Ломаться будем аккуратнее ездить. Смотрите, а наоборот, и на все. Так, давайте я спамню нашу лодочку. Вот она у нас появилась. У нас нет топлива, поэтому, вот, поэтому у меня есть шланг в руках. Мы сейчас сразу... Чпык. Опа. И чпык. Ну, видите, сильно не топится она. Держится на уровне. Вот у нас... А, так у нас было заправлено все это время? Ладненько. Все это время у нас, оказывается, было заправлено. Так, ну, давайте я отнесу шланг на место. Чтобы у нас он не терялся. Так, ложим шланг на место. Все, шланг у нас на месте. И можем заводиться. Заводимся. Все, у нас автоматически... У нас есть режим автоматического удержания оборотов. То есть они будут держаться вот в пределах нормы. Максимально, как это можно. И есть ручное. То есть выключаем, и у нас ручное подавление газку. Вот мы добавляем. Вот у нас автоматом мы можем, типа, не автоматом, а вручным ротом. Видите, вот. Ну, пока вот так вот. Давайте на автомате. Это у нас спидометр. Это у нас температура. Посредине это 60. У нас 120, значит, средина 160. Почему-то, не знаю почему, не работает указатель. Вот, видите, я навожусь, не работает. Вот здесь где-то у нас тут срабатывает. Тут у нас температура. Вот тут, видите, пока 24 градуса, 25 градусов. Скорость тоже где-то вот тут появляется. Сейчас все ее не видно. Здесь у нас тоже, видите, никак не попасть. И вот тут электричество тоже. Это у нас батарейка указывается. Все, давайте газуем. Газуем мы не очень быстро. Сейчас у нас скорость переключится. И у нас скорость, у нас максималка здесь 150, вот это вот показывает. У нас где-то скорость держится на 120. Но мы уже на 120, видите, как подбрасывает нас. Вот так, да, точно. Вулкан, смотрите, как красиво. Вулкан дымит, или что это сказать. Давайте сразу точки поставлю, по которым мы будем сейчас сплыть. Вот, у нас первая точка, это вот сейтвейпоинт. Она у нас за нашим островом. Все, поплыли. Что у нас там, будем аккуратнее смотреть. Что-то там светится, непонятно что. Ну, нам туда пока не надо. Туда вообще опасненько, стромненько ехать. Потому что там у нас этот... Ну, можно этот режим, почему я добавлял ручной режим, потому что можно отрегулировать. Так мы просто на максимуме фигачим. Видите, нас как подбрасывает. Вот мы чуть ли не летим. Но не переворачивает, видите, работает элерончики, вся фигня. Вот, и по бокам тоже работают элерончики. Но можно выставить, включить автоматически и выставить. Сейчас я выставлю. Вроде как надо на... На 75 выставляем. Вот, и у нас... Так, еще чуть-чуть. Вот, и мы на вот такой скорости можем спокойненько ехать. Чуть еще добавляем. И мы будем ускоряться по чуть-чуть. Ехать на вот такой скорости. Спокойненько. Вот, Alt нажимаю. И не переживайте, что нас перекинет. Вот так, на дальняк ездить можно. Включаем фонарики. И едем спокойненько. Скорость все равно по чуть-чуть растет. О, кстати, у нас, как видите, компактные механизмы изучились. Давайте посмотрим, что у нас там следующее. А, следующее у нас кнопочки, насколько я помню. Так, следующее мы кнопки хотели, да? Потому что на другое у нас не хватает. Так, там скоро мост. У нее бы не мазаться. Давайте чуть-чуть еще добавлю. Много. Вот, 90 пусть будет. Все, вот, достаточно приятная скорость. Сколько у нас тут? Ну, вот видите, вот только вот так можно встать. И, посмотрите, вот 50 у нас километров в час. Мы можем на 50 километров в час спокойно ехать. Давайте добавим, может, еще чуть больше будем ехать. О! Ну, тут мы очень сильно уже набираем. 93. Уже подкидывает начинает на 93. Давайте чуть, значит, уменьшим. Все, и мы держим скорость. Поддерживаем. Все, и мы можем спокойно ехать. Погода как раз нас радует. Ничего такого прям. Я здесь сделал зарядку для фонарика. Вот у нас она здесь. И вот у нас даже есть бинокль. Ночного видения. Потому что он тоже садится. Поэтому для него сделал зарядочку. Если обычно не садится. Ох, как невозможно смотреть. Да, вот смотрите, это у нас какой-то он с, как он называется, то, что вышка в аэропорту. Есть у нас здесь. Конечно, хочется купить остров такой есть, где есть и аэропорт, и для этого, как он называется, для кораблей, чтобы было сразу в одном месте. Вот по типу креативную. Креативная, наверное, стоит очень много. А нам бы сейчас по-лучшему уже начинать делать самолеты. Топливо вообще еле-еле уходит. У нас топливо, он дышит топливом, как я и хотел предыдущий сделать. Вот видите, у нас он еле-еле дышит топливом. Не обращайте, у меня немножко не полностью бак был заправлен. Но так он бак вообще, видите, по чуть-чуть хавает. Ну еще болтается жидкость. Вот видите, вот 63-64, вот он как поддерживает, так и поддерживает. Я даже думаю, может бак поменьше сделать. Вот наша первая точка, к которой мы прибыли. Посмотрим, сколько стоит здесь база. Ну достаточно мы спокойно. Мне нравится вот такая вот крейсерная скорость у него. Так, все, давайте автомат делаю. Вот, на автомате и тормозим. Вот так все. И теперь потихонечку сюда пришвартуемся. Вот так вот. Здесь очень плохо работает у меня задний ход, поэтому он есть, но работает очень плохо. И за то, что лерончики неправильно немножко... Все, заглушилось. Так, все, можем сбегать, посмотреть, что у нас здесь есть. Мы же также смотрим коробки, не забываем про это. Наши сейчас главный источник добычи. Это коробки. О, смотрите, какой здесь большая стартовая площадка. Большой ангар. Мне нравится здесь достаточно так красиво. Может здесь купить, вот не знаю даже, как быть. Тут можно будет переждать цунами, если что. Так, я коробки смотрю. Потому что нам очень нужны коробочки. Коробочки это очень много очков. Давайте сразу узнаем, сколько она стоит. Так, стоимость данного ангара у нас 30 тысяч. Нам хватает, спокойно, 30 тысяч, чтобы купить. Так еще и хватит нам на постройку. Может не хватит, конечно, но... Что у нас здесь за топливо? Fuel level. Это у нас, наверное, дизель в синих. А, да, вот написано дизель здесь у нас. Здесь у нас дизель стоит. Откроются ворота мнения. Ага, вон колонка для дизеля. Так. Ну, коробок я здесь не вижу никаких. Ну, то есть, тех, которых нам надо. Ну, большой ангар, смотрите. Ну, прям ангар, ангар еще. Вот, тут хорошенький ангар. А вот, кстати, это тоже стоит здесь. Для электричества зритель, электрикабель. Можно подзарядить что-то. Вот, давайте еще побегаем. Посмотрим коробочки. Завезем на вышку. Так, здесь могут коробочки быть, да? Нет, домик, смотрите, какой-то. Ох, как. Слишком вблизи. О. О. А это фонарька включить. Ага. О, другое дело, смотрите, как дома. И кровать. О, да мне тут нравится. Смотрите, как тут у нас туалет, душ есть. Смотрите, как вообще красота. Все сделано как для человека. Можно жить спокойно. А, топор с поднимается. Вот. Надо, кстати, смотреть и слушать внимательно, потому что... Кстати, надо посмотреть, что я там по аудио и... Так. Ну, вот это вроде отвечает на за сирену. Вроде как. Ну, услышим. Если дождь слышно, то услышим и сирену. Тут лифт, прикиньте. Это мы едем сейчас? Эм, я ж надеюсь, мы едем. А, да, вот едем, смотрите. Вообще, мне здесь очень нравится. За 30 тысяч. Это же вообще тема. Все, приехали. Откроется. Дверь откроется, нет? Или я здесь застрял? Ну? Меня выпустить сегодня? Только не говорите, что я застрял в этой посудине. Смотрите, мы падаем. А дверь почему-то не открылась. Давайте подождем, короче, не трогаю ничего, ждем. Надеюсь, дверь откроется, потому что это что? Я не хочу умирать в этом люке. В этом железном ящике. Ну вот, мы вроде как приехали. А почему дверь открылась? Че мы не... Так, наверх, поехали. Нет, я все-таки хочу попасть наверх. Да, загорается. Едем. Ну, спустились, слава богу. Ну, наверх же тоже хочется попасть. Или наверх мне пока нельзя, пока я не куплю. Возможно, я наверх пока попасть не могу. Да? Ну, смотрите, так не открывается. Я на Е нажимаю на эту дверь, не открывается она. Наверное, мне наверх пока нельзя. Скорее всего, да. Ну, сколько мы уже стоим? Вот, уже приехали, но... Он меня наверх не пускает. Значит, к сожалению, нам пока недоступен. Это вышка смотровая. Пока мы не купим этот остров. Ну, ничего не страшно. Посмотрим, значит, пешочком проведемся. Сверху посмотреть не удалось. Посмотрим. Ну, давай уже, открывай. Спасибо. Посмотрим, просто побегаем. Ну, коробочки надо найти. Не одна коробочка? Ну, тут же должна быть хотя бы, ну, одна коробочка. Ну, это что, если здесь нет коробок? Что это такое? Ищем коробки с вами. Кстати, это что у нас там? Корабль какой-то плывет, видимо. Да, видимо, корабль сейчас. Да, смотрите, корабли какой-то. Харит или что? Лизон дымит так. Чувак, фильтр надо ставить, а тут и так, окружающую среду загружняешь. Это как бы, ну, и в внешней среде как-то беспокоится, а тут и дымишь. У меня вон, наш, три, четыре фильтра, четыре фильтра на шестицилиндровом двигателе. У меня он вообще почти не дымит. Там иногда, знаете, когда очень сильно большие обороты может подымить, но так вообще не дымит. Так, что-то я не нахожу ничего. Никаких коробок. Конечно, вот там наверху, может быть, знаете, любят они вот так наверх там поставить. Но узнаем мы это только если купим этот остров. Ну, а пока хочется посмотреть что-то еще другое. Вдруг я найду какой-нибудь остров, который мне подойдет. Где будет... Опа! Наш кандидат. Вон коробочка, видимо, плавает. Ну ладно, я тут уже не вижу, пошлите, я коробочку увидел. Надо, какая я не забыл, где она находится, сплавать, забрать. Там тоже какой-то островок. Так, побежали, давайте вот так быстрее будут, прыжками. Опс. Опс. Все. Садимся. Ну, смотрите, что происходит, если я назад буду ехать. Так, заводимся на автомате. Вот, смотрите, видите? Начинают, вот видите, вниз тянуть. А это неправильно. Я отключаю, вроде как, эти, гироскоп, отключаю назад. Я здесь, чтобы он отключался, но все равно. Сами лерончики надо переключать им на ноль, ставить, выставлять только в таком, в принципе. Лайн. Только в таком случае это будет работать. Где-то вот тут я видел коробку. Сейчас надо внимательнее смотреть. Чтобы ее не пропустить. Потому что тут чуть выше было, ее было хорошо видно. А вот здесь что-то ее плохо видно. Так, давайте сразу к этому острову, с этого и плейнт, и поплыли. И внимательно смотрим коробочку. Так, давайте. Температура у нас в норме. Так, что-то я коробочку где-то потерял все-таки, да? Что-то я ее не вижу. Вроде же недалеко было. Не, ну блин, ну потерял коробку, я ее не нахожу никак, вообще нигде не вижу. Она была не так далеко. И вот внимательно смотрю, но она была не так далеко. А вот она все увидела. Вот она, наша родименькая коробочка, да? Да, коробочка, смотрите. Упс. Да, е-мое, не забрал. Что нам дают? 9 очков изучения. Вообще. У нас теперь есть и на то, что я там что-то еще хотел прокачать, уже не помню что. Так, давайте сразу. Упс. Переключаемся. И надо скорость уменьшить, где-то до 8... До 77. Чтоб скорость сильно не поднималась. Потому что здесь очень сильные волны. Надо ехать не спеша. Ну все, я пока больше коробок не вижу. Вдруг еще какая-то попадется. Буду смотреть, ехать к тому острову. Но здесь, о, тут волны прям очень сильные. Смотрите, самолет какой-то летит. Какой огромный самолет. Прям очень большой самолетик. Когда грузовой, как будто, знаете, вот эти, которые переводят армейские. Но вполне, там как раз боевые действия происходят. Поэтому туда покасоваться лучше не стоит. Вот. И нужно следить, потому что в любой момент может быть цунами. Но я думаю, мы цунами спокойно переживем. Просто подпрыгнем чуть-чуть на большой волне. А, достаточно пологая эта волна. Так что нам будет не страшно. Нет, пока коробки больше не попадаются. Давайте уже встретимся, когда приплыву туда. Там 24 километра нам. Это нефтяная вышка у нас. А не, остров, куда там есть, нет. Так, здесь у нас, видите, какая-то нефтяная вышка. Не думаю, что это что-то тут можно строить. Поэтому это, наверное, просто какой-то пункт. Но здесь могут быть коробочки, которые я уже вроде как вижу. Могут быть коробки. Если не ошибаюсь, то я там уже увидел одно. Где-то тут должна быть, должен быть подъем. И, возможно, будет коробочка. Так, подплываем аккуратненько. Вот у нас здесь лестничка есть. Аккуратненько вот так пришвартуемся вот здесь вот. И заглушим двигатель. Топлива у нас там еще больше половины бака. Должно хватить. Так, побежали. Наверх искать здесь коробочки. Ну, такое, не маленькое место. Смотрите, сколько здесь у нас. Всего. Надеюсь, хотя бы парочку коробочек. Да, тут мы найдем. В лучшем случае. Так, двери. Склады какие-то. Но это нефтяная вышка, понятно. Здесь всякого. Нефтяная баржа, вернее. Опа, коробочка. Как я сказал, сразу 3000 долларов и 9000 очков изучения. 9000. 9 очков изучения просто. Вот. Погнали смотреть дальше. Я там вроде наверху видел. Давайте пока еще, пока мы тут внизу побегаем. Тут, возможно, тоже что-то найдем. Нет, тут просто какие-то канистры огромные стоят. Баки. Так, все, побежали, короче, в этот, на второй этаж. А, где-то тут я проезжал, видел. Либо вот это я перепутал с коробкой. Что вполне мог. Слышка какая-то. Так, на площадке ничего. Контейнеры стоят. Это у нас какие-то шлюпки сбрасываются, видимо. Вот. Дальше. Краны подъемные. Так, это у нас ничего такого. Просто шланги. Опа, 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 опа. То, зачем мы сюда пришли. И оп. Коробочка. 9 очков 3000 долларов. Точно такая же коробка. Уже третья такая же коробка. Самое интересное. Они нам жадничают с очками. Так. Ой, с очками. С деньгами жадничают. Ну, там 8000 положили, блин. Что-то типа такого, как в начале было. Так, ну, тут, наверное, уже ничего не найду. Э. А, там кровать у нас. А, вот дверь. Значит, дверь была. Так, ну, тут внутри тоже может быть что-то. Поэтому надо пройтись, посмотреть. Где-то, может, тоже стоит коробка. Так, ну, кровати только. Ничего такого. Ну, пока светло сложится спать. Не вижу смысла. Давайте еще находим на самый верх. Так, ну, тут я ничего не вижу. Пустота. Ну, там может быть что-то. Ну, туда хрен поднять. Поднимешься, конечно. Мне очень хочется тратить столько времени, чтобы подняться туда. А я потрачу очень много на это времени. Да и лифте никакого нормального нет. Ни лестницы, ничего. Наверное, там ничего и не будет. Возле этого ничего нет. Ну, вроде две коробки. Вполне нормально. Спрыгивать я не буду. Спустимся по-человечески. Самый низ. Где у нас там лестница была? Вроде вот тут я поднимался. Потому что это первое, что я увидел. Нет. Видимо, где-то вот тут она. Вот, да. Все. И лестница должна быть где-то вот там вот. Вот тут лестница у нас. А, вон она. Все. Все, спускаемся вниз и валим отсюда. Капец, волны поднялись. Но пока тихо, сирены никакой нету. Вот у меня там написывает. Сейчас я выключу звук. Так, все. Звук выключил. Чтоб никто не мешал. Надо было это сделать заранее. Вот, а лодка где наша? Вон она. Что-то ее откинуло далековато. Наша табуреточка. Так, все. Заводимся. Ну, конечно, волны прям вообще не очень приятные. Так, опс. Все, поплыли. Далековато, кстати. Это сколько? 7,3 километра. Ну, поплыли. Далековато. Температура в норме у нас вон 60 градусов. Батарейка в норме. Топливо в норме. Мы можем спокойно плыть. Достаточно хорошенькая лодочка получилась. Быстрая. Вот так, 75 пусть будет. Видите, вот мы как подпрыгиваем, но не переворачивайте. Так, надо сбавить ходу. Вот так, все. Немножко убавил ходу. А то очень уж подпрыгивает. Все, вот так плывем. Потихонечку и доплывем. Но сильно газовать не хочу, потому что нас очень легко снесет. Если сильно газовать. А так, к утру, может, и приедем. Да то приедем. Так, я, кстати, посмотрел, что дальше ставить на изучение. Дальше мы ставим... У нас 46 очков. Ставим вот это на изучение. Вот, и плывем дальше. Ой, как меня подкидывают тут, оказывается. Тут капец, волны какие оказываются. Вообще, надо плыть еле-еле, получается. Отбрасывают, что капец. Ну, все, ну, вот о комду мы доплывем. 0,5 можно выставить, я думаю. И будет ок. Ну, волны прям стильные, смотрите. Они прям больше, чем наша лодка, волны. Такие волны, конечно, для моей лодочки уже препятствия. Было бы у нас она раз в 6 больше. Мы бы даже на них внимания не обращали. А так приходится плыть очень потихоньку. Ну, у нас будет скоро летающий транспорт, поэтому... Какая проблема? Никакой проблемы. Потерпеть чуть-чуть. Купим все, что нам нужно. И будем уже строить хороший какой-нибудь самолет летающий. Ну, понятно, не плавающий. Хотя, может, и будет плавать самолет у нас. Посмотрим. Не, ну, утро еще не наступило. Но мы уже подплываем к этой базе. Что это такое? Пока непонятно. У меня нет дальнобольных фонарей. Но что-то там светится. Я так пока не пойму, что это. Вот я максимально отодвинул камеру. Давайте подъедем, посмотрим, что это у нас такое. Вот. Стихла погода. Видите, волны прекратились. Я смог немного добавить газу. Ну, я сейчас немножко убавил, чтобы не врезаться ни во что. Не повредить лодку. Вот, давайте смотреть, есть ли тут какой-то заплыв. Пока вроде как ничего не вижу. Давайте по правой стороне обойдем. Так, тут у нас какой-то там порт или что это у нас. Так, аккуратненько. Да, видимо, там только с той стороны. Но все равно, давайте посмотрим, может какие-то коробки здесь есть. Проплывем между. Можно какой-то с колей коробочку найдем. Да, смотрите, какой-то большой порт. Прям такой немаленький. Так, тут ничего. Давайте заходить, там может подзаправимся. Вот. Уже подплываем. Можно включать мануал. И. Альт. И выключаем, короче, сцепление. Все, давайте немножко подойдем поближе. Чтобы не плыть. Вот это, видимо, лестница, да, у нас? Темно, плохо видно. Да, это у нас... Нет, это не лестница. Лестница где-то в другом месте. Это просто кусок земли. И вон лестница у нас. Так, давайте сразу вот так вот. Видимо, для какой-то, а для большой лодки строить. Так, все, разворачиваемся. Еще чуть-чуть надо газку. Все. Все. Все это у нас есть. Глушим. И выключаем электричество. Где у нас тут? Да, ебт. Что-то электричество я выключаю. А оно не тухнет. Так, давайте-ка, значит. Вот так, все. Все. Все выключил. Где-то, видимо, я все-таки зацепил батарейку. И она у нас не выключается. Так, смотрите. Это у нас дизель, да? Дизель. Да, дизель. Бесплатный. 26 тысяч литров. Можно будет украсть. С чем у нас стоит этот остров? 15 тысяч. Недорогой остров. Мы можем себе позволить, в принципе, и тот, и тот. Но сюда мы пока что пришли только за одним. За коробочками. Которые нам очень нужны. Так. Фонарь. Но тут ничего нет, как обычно. Да, ничего не изменилось. Убежали искать коробочки. Но где-то тут должны быть коробки. Я на это очень надеюсь. Мы не видели ни где там по скалам, оплывая его. Поэтому, наверное, где-то вот тут лежит. Где-то среди этих контейнеров. Может, в этом здании. Может, там. Но коробочки должны быть. Что ж такое? Давайте и тут посмотрим. Тут мы еще не смотрели. И. Нема. Я думал, тут за контейнером будет стоять. Нет. Пошли здесь смотреть в здание. Надеюсь, хотя бы одна коробка да будет. Может, там вверху есть. Ой. Не прет что-то с коробочками. Так. Так, тут пусто. Тут пусто. Кроватка поспим как раз. Здесь свет, кстати, горит по стандарту. Там свет не горел. Там электричество экономили. Что это за ангар какой-то? Гаражик. Это толкается у нас? Эх, не толкается. Вот это толкается, да? Да, это толкается. Так, ну тут тоже что-то коробки нет. Не пойму никак. А, тут можно было зайти. В этом острове нет вообще коробок? Нет, у птицы сидит. Давайте, короче, запрыгнем. Может, где-то вот тут. Вот тут заберемся. Посмотрим сверху. Ну как это на таком острове и нет коробочки? Хотя бы одна какая-нибудь коробочка. Ну, пожалуйста. Что, сложно было здесь коробочку оставить где-то? Конечно, темно. Ничего не видно. Вам, наверное, еще меньше видно. Вот. Не, я даже на крыше не вижу никаких коробок. Там ничего нету, там ничего нет. Но тут мы оплывали, с той стороны нет смысла заходить. Блин, нет, тут нет коробок, я так понимаю. Вообще пустота. Ох, ударился. Значит, что там аптечка есть в лодке? Пошлите, значит, поспим. С утра уже подзаправим лодочку нашу. И поплывем дальше. Все, спать. Спим к утру. Опс, все, светать только начало. И сразу можно идти. Фонарик, кстати, садится. Надо поставить его на зарядку. Вот. Берем, короче, шланг. Включаем. И где наша... Эй. Красотка наша. Опс, все, пошла заправка. Пошла ж? Да, топливо пошло. Да е-мое, куда я прыгнул? Да я... Никак не перепрыгнул. Не запрыгнул. А. Что за фигня? Иногда в лодку так влазишь, потом не можешь выбрыгнуть. Так, все, у нас там полный бак. Да, полный бак. Все. Забираем шланг и идем... Ставить этот шланг вот сюда вот. На место. Здесь можно будет топливо, как я сказал, украсть. Это 26 тысяч, грубо говоря. Но как их украсть? Это надо танкер какой-то делать. Давайте, кстати... Вот тут пробегусь, потому что я тут и не искал коробочки. Но тут они могут быть. Как раз сейчас утречко с этой стороны. Светит солнышко. Может, можно будет что-то увидеть. Нету, птица сидит. Да что ж такое, коробок нигде нет. Давайте вдаль глянем. Вон, кстати, там, где мы были. И там еще какой-то остров. И вон какой-то остров. А-а-а! Я знаю, что это за остров. Это у нас где? Где-то вот тут, а почему он не показывается? Короче, вот этот остров, это тот... Это остров, который с маленьким таким расположением, как он называется. Блин, забыл совершенно. С маленьким ангаром для самолетов. Такой, типа, вторая стартовая база. Только что-то ее далеко закинуло. От меня. Не-не-не, только не упасть бы. Ладно, все, у нас там заправлена лодочка. Не знаю, куда дальше плыть. Там тоже что-то есть. И ветряк, кстати. На ветряке должна быть одна коробочка. Хотя, может, и нету. Так, ладно, солнце уже вышло. Давайте не терять наше дневное время. И плыть в дневное время, потому что... Все виднее намного лучше. Так, куда нам плыть дальше? У нас есть цель. Цель. Мы вот проплыли. Вот, следующая цель у нас вот. Вот, вот это наша цель. Отплыть сюда, вот. Вот, посмотри, что здесь. Вот там вот, 4 километра. Видите, что, быстро сматываемся? Если на какие-то взрывы, давайте сразу сохраняемся. Сейв. Сейв. Все, мы сохранились. Полный бак у нас. Температура в норме. Че? А. Все, завелись. Все, включаем. Поплыли. И вот, короче, осталось. Вот я подплыл. Я понял, что это, потому что в начале предыдущей серии говорил, что это вот добавили какую-то атомную электростанцию. Вот. Вот это вот она. Ну, я так понимаю, что да, потому что вот трубы. Ну, очень похоже на то. Либо просто какая-то станция. Ну, большие почки, наверное, нет. Она должна быть намного больше, эта штука. Видимо, я ошибаюсь. Это не то. Ну, похоже просто чем-то. Ага, вот там есть заплывчик. Давайте заплывем и посмотрим, что здесь у нас есть. Все, давайте включаем. Все, глушим сцепление. Заплываем сюда внутрь. Или, может, не будем заплывать. Потому что потом можем не выплыть. Ну, еще что, лодку саму затолкаю. Давайте так развернемся. Все, глушим ее. Все, заглохло. А батарейки все в порядке, да? Батарейки все в порядке, да, заведемся. И вон у нас есть лестница, как раз недалеко. А, да, надо фонарик поменять, кстати. Фонарик у нас разряженный. Давайте поменяем его на заряженный фонарик. Вот тут у нас где-то. Тихо, тихо, тихо. Куда тебе так? Дорогуша, ты куда? Так, вот у нас заряжается фонарик, пускай. Мы пошли глянем как раз, что у нас тут интересного. Это я так понимаю, кстати. Я пропустил лестницу. Это у нас колонки для заправки. Смотрите, такие. Видимо, сюда такие большие, немаленькие кораблики пришвартовываются. Наверное, как раз для того, чтобы перевозить топливо. Вот видите, разного вида здесь. Это масло, топливо. Это джетпуэл. Это дизель. А это у нас, видимо, ойл, да? Да, ойл наш. Кстати, не знаю, что с ойлом. Ни разу ничего не виделось, что работа у нас на масле. Вот. Это, наверное, какой-то завод, как раз на котором делается это все. Масло, топливо. Вот мы здесь должны его закупать. И отвозить уже по другим местам, да? Я же правильно понимаю. Тут цена написана, да? Buyprice 287. Правильно я понимаю, здесь мы покупаем все это, да? Да, вот у нас дизель, ойл, который мы можем покупать и отвозить. Перевозить куда-то. Вот. А тут, видимо, мы как раз... А тут и делается как раз это все. Топливо. Надо будет сюда большой танкер подъезжать, заправлять полностью и отвозить, где можно будет продать его подороже. Вот. Пошлите, посмотрите, что у нас здесь на самой базе. Вдруг тут что-то интересное будет. Коробочки, например. Так, открылось. Спасибо. Вроде на нас никакой тревоги не запустили. Зато, что мы сюда зашли. Но тут, видимо, хранится это все. Топливо, бензин. Вот. Так, тут пока ничего не вижу. Возможно, они наверху, из коробочки. Давайте как-то поднимемся наверх. А, вон я вижу лестницу. Вот она. Прямо вниз спускается. Вот тут можно забраться. Посмотрим, может, наверху что-то есть. Опа. Но ветер такой не слабый. Смотрите, какие уже волны. Вон наша лодочка стоит. Вроде не перевернулась. Так, нет. Коробок я здесь не вижу. Давайте. Ох, не умер. Так, пошлите, значит, смотреть. Где-то здесь, может, будут. У нас турбины какие-то, насосы. Возможно. Так, вот на этом этаже ничего. Тут. Тут тоже ничего. Так, что-то как-то расстраивает меня это место. Я сюда был так далеко. Не для того, чтобы прийти и узнать, что тут нихерна нету. Так, нет. Нет, нет, нет. Ну это что? А где коробки? Где мои коробки? Так. Конечно, все понимаю. Но такое-то красивое место. И ни одной коробочки. Но это обидно, очень обидно. Вообще, ни одной коробки. Мы, конечно, еще по скалам попрыгаем. Но мне кажется, это безрезультатно будет. Да, ничего нету. Где-то там, кстати, бои происходят. Это у нас где? Где мы сейчас смотрим? Куда мы смотрим? Мне показалось, или я только что увидел пожар у себя дома? А, стоп. Это не мой дом. Или это мой? Это мой дом, да? А что у меня пожар дома? Только вот тут уехал, не надо. Опа. Какая птица. Ты меня боишься? А свет. Где у тебя глаза, кстати? Улетела. Ладненько. Не получилось подружиться с птицей. Тут еще одна. Пушканчики какие-то. Либо кто вы такие? Бу. Как у вас тут много, кстати? Блин, ничего нет, прикиньте. Так, погнали. Давайте выпрыгивать. Опс, опс. Выпрыгнули. Хотя, в принципе, знаете, как можно? Можно не просто запихнуть их где-то в ангар, типа, и получить по доллару за литр дизеля. Можно будет потом взять слизь колонок. Тех, которых есть. Но это, конечно, не очень хорошо, но что мы. Каждую копеечку будем бороться. У нас сейчас такая ситуация. Тут поспать нигде не получилось. Кровати я вроде не видел никаких. Значит, поплыли, короче, куда-нибудь. Какое-нибудь место, где будут кроватки. Опа, все, сели. Смотрим, куда мы можем сплавать. Так. Вот сюда, что ли, плыть? Вдруг тут что-то будет. И мы, вот, получается, изучили вот эту огромную область. Также можно было бы сплавать вот сюда вот. Через вот это вот место. Сплавать вот сюда. И посмотреть, что там есть островок у тот. Там должны быть 100% коробки, я помню. Так, все, давайте. Потихонечку. На половине газа поплыли. Так, и вот я уже приплыл. Давайте. Вот у нас. Сюда. Так, сразу сцепление. Упс. На нолик. Так, приплыли сюда. Аккуратненько вот так пришвартуемся. Вот так вот. Фонарик. Фонарик он. И выключаем. Давайте пойдем поспим. Тут точно есть кроватка. В этом я более чем уверен. Здесь должна быть кровать. Вот там вот в этой вышке. Это место я хорошо знаю. Я здесь когда-то уже выживал. И коробки здесь находил. И все. Ну, как минимум две коробки я здесь точно находил. Одна вот там наверху. Должна быть. Вот там на самом верху. А другую мы видели вот там вот. А я проплывал, видел ее на арочке. Она на арке стоит. Все. Поднимаемся. Наконец-то дотопал сюда. Все, ложимся спать. И смотрим на утро. Опс. Все. Кстати, что у нас по этому? Это на коробке не те. Так, по очкам. У нас изучение еще не закончилось. Еще изучение идет. Тут бензиновый генератор. Коробки, которые не подходят нам. Пошлите наверх. Смотреть, здесь у нас есть коробочка. Здесь коробочки нету. Так. Погнали, значит, чуть выше. Так. Не понял. Тут когда-то стояла коробка. Это я прям помню. Что вот здесь стояла коробка. И коробочка вон стоит. Видите? И как-то фонарик сел. Вот уж надо лег спать с включенным фонариком. И он сел. Так, пока больше коробок не вижу. Ладно, давайте побежали. Заберем хоть ту коробочку. Но тут коробки нету. Жалко. Что нет коробки. Пошли идти искать. Еще в другом... Побегаем еще по острову. Поищем. Здесь должна быть еще одна коробочка. Должна же быть. Я в это очень... Двери. Калечные. Так, погнали вниз. Искать коробочки. Что это у нас такое? А, здесь свет, когда заключается. Я бежал по темноте. Так. Тут никаких коробок я не вижу. Там наверху. Запрыгнем. Сбегаем. Посмотрим по ангару этому. Нету ли здесь коробок? Так, нету. И нету. Ах! Ой, нет! Перевернула лодку. Не факт, что я смогу, конечно, ее, блин, этот... Обратно перевернуть? Ой, не факт. А я не сохранялся перед тем, как сюда подплыл. Опа! Я же говорю. Коробочка. 12 очков и 3 500. Нормально. Пошлите, заберем ту коробку и буду что-то думать, как перевернуть лодку. Я, наверное, попробую ее как-то на берег и на берегу уже как-то переворачивать. Но это вообще плохо. Так, не петут, не перепрыгнуть. Давайте надо обратно спуститься вот здесь вот. Вот так вот. И побежали наверх. Там у нас коробочка. На этом острове я находил только две коробки, поэтому... Не думаю, что будет тут еще. Это было бы неплохо, если бы здесь было еще. Ну, вот видите. Больше коробок. Там я не вижу коробок. Никаких. Жалко, что лодку перевернул. Я вот реально не знаю, какую сейчас будем переворачивать. Это очень неприятно. Хотя есть идея. У меня есть идея. На стартере ее можно этот... Она, конечно, не заведется. Там у нас электродвигатель. Но можно ее резко вниз потянуть, и она должно перевернуть. И на это, надеюсь, назад надо будет поехать. Должно перевернуть. Если так не получится, то аккумулятор лучше сильно не садить. Так, у нас половина здоровья. Надо аккуратно спускаться. Вот. Почем этот остров у нас? Ну, это для вертолетов. Для вертолетов. Потому что не вот здесь появляется, а вот здесь иногда... Десять тысяч. Не, лучше куплю вот тут большой аэродром. Для самолетов. Он мне куда более нравится. Он и поприятнее, и вся фигня. Так, смотрите. Вот сюда вот резко. F. F. И назад. Опа. Система какая. Видели? Переворота. Завелись мы? Да, завелись. Вот это вот я понимаю. Так, поплыли, короче, на тот остров, который у нас за 30 тысяч. Купим его все-таки. Это у нас вроде как вот это вот он. И здесь что-то есть, смотрите. Но тут никаких построек я не вижу. Просто остров. Так, погнали. Аккуратненько. Чуть-чуть. Все, поплыли. Давайте сразу. Опс. На мануальном режиме поплывем. Чтоб спокойненько. Не спеша. Посмотрим с этой стороны острова, плывем. Ничего, что нет заднего хода, зато мы смогли перевернуться спокойненько. Из-за того, что система вот этого стабилизации работает криво, получилось стабилизоваться. Обратно на ноги встать. Ну, не на ноги. Нохой лодки нету. А нет, это не тот остров. Мы не туда сейчас плывем. Это нам вот сюда надо. Вот этот наш остров, который я купить собираюсь. Вот он. У нас будет скука. 30 тысяч мы отнимаем. У нас будет что-то в пределах 40 тысяч на постройку новенького летательного транспорта. У меня тут идея появилась. Давайте пока не будем покупать вот эту базу. Плаваем. Вот тут есть. Вот тут есть аэропорт бейс. Он как раз недалеко, видите, возле большого континента. Что для меня, честно говоря, очень хорошо. Потому что чем ближе к континенту, тем ближе тут вся инфраструктура находится, топливо. Хотя тут вулкан. Да, тут же вулкан находится. Это не очень хорошо. Но хочется сплавать все-таки, посмотреть здесь перед покупкой вот этого. Купить вот здесь. Посмотреть, что за аэропорт бейс. Что это такое? Вот. Потому что тут креативная база нейтральная. Вот мультиплеер база тут находится. Но мультиплеер база, видимо, будет стоить еще дороже, чем база для креатива. Так как в мультиплеерной базе мы будем очень сильно платить до два ангара. Таких, как вот тут у нас находится один ангар. И два таких же порта, как вот тут у нас для кораблей. Ну вот. Ну мы плывем потихонечку. Сколько тут у нас? 5,8 километров. Можно немножко добавить газку. Стараюсь так, чтобы сильно не подкидывало. Но все равно меня как-то пытаются подкинуть. Как бы я скорость не уменьшал. Ну классная лодочка получилась. Смотрите, топливо вообще еле-еле хавает топливо. Температура у нас в норме. Это у нас даже в 80 нет. Сколько мы вот плаваем? А в 86 у нас, да? Температура. Нормально, быстро. Быстро плаваю, все окей. Вот такая лодка мне нравится. Маленькая, миниатюрная. Все, что нужно, есть. 8 человек можно было отправить. Вот это вот. Если бы вот это была самая первая лодка. Ну понятно. Самую первую лодку такую не построишь. Так как тут модульный двигатель. Уже и система стабилизации. Стабилизации. Все, есть. Сразу видно. Качество. Как только у нас развязываются руки. И становится куда больше всего. Мы уже спокойно можем себе позволить сделать нормальную лодку. Вот не знаю, плыть сюда, не плыть. Вот тут очень большое замешательство. Это очень далеко. Просто, напросто. Его вот здесь купить. Смотрите, здесь есть у нас. Кстати, и порт, насколько я понимаю, да? Или это не порт? То есть, если был бы здесь порт, мне кажется, был бы верстак. Но я не помню, есть ли здесь верстак. Ладенько. Давайте все-таки сплаваю вне записи. Я поставлю на паузу. Вне записи сплаваю, гляну вот здесь. Если что-то будет тут интересное, то скажу. И так же сплаваю вот сюда. И уже когда сюда приплыву, я включусь. Потому что это очень не близко. Это у нас сколько по километру получается? Это у нас, если только сюда плыть, это у нас 11 километров. Значит, туда где-то километров 15 плыть. Все, включусь, как буду там. Так, вот мы уже пришли к этой креативной базе. Вернее, это мультиплеер база. Для двух, как видите, игроков. Вот, все, выходим, глушим. Так, свет сразу тоже глушим. Все, и уходим отсюда. Все, побежали смотреть эту базу. Вдруг тут коробочки будут. Не знаю, есть ли здесь поспать где. Но зато будет интересно узнать, сколько же миллионов стоит эта база. И же деньги за нее просят. Вон, я уже вижу табличку. Или нет, это не табличка. Не помню, есть ли там внутри. Где поспать, но надеюсь, что есть. Через дверь точно можно зайти. Так, сколько миллионов стоит эта доска? 220 тысяч. 220 тысяч. И это не шутка, понимаете? И это же ни хрена не шутка. Так, тут по 9. Ну, видно, по 9 тысяч везде топливо. В таких баках хранится. Какие-то тут двери открываются. Да, вот, поспать можно. Все, ложимся спать. И утречком просыпаемся. Да, дай поспать. Опс, все. Поспали. Выходим и осматриваемся здесь повнимательней. И ищем коробочки. Вдруг где-то в ангаре будет коробочка. Ну, и здесь коробок я не вижу. Вообще ничего. Пустота. Да, конечно, очень огромный остров. Здесь будем очень долго искать их. Поэтому побежали уже на место. И все-таки, видимо, придется покупать. Ну, почему придется. Как будто это что-то очень плохое. Купим, значит, тот остров, который у нас находится. Сразу вот-вот тут. А вот где у нас этот остров? Вот он. Покупаем его. Там у места такое красивое, приятное. Вот. Поэтому купим там и недалеко. Вот. Ангар там большой. Это тоже огромный плюс. И маленький ангарчик. Упс. Все, побежал. И вот, наконец-то, приплыли сюда. Долго, конечно, это было. То ветер, то что-то другое мешает. Все, глушим двигатель. И пошлите покупать уже нашу новую базу. Смотрите, какая красивая. И как раз съездим, посмотрим, что там наверху. Здесь после покупки нам будет уже доступно. Что там. Узнаем как раз. Все. Покупаем эту базу. Но ангарчик такой немаленький ангарчик. Смотрите. Такой. Побольше, чем в том острове, который мы... Все, 30 тысяч покупаем. Все, покупаем 30 тысяч. И остается у нас 48. Все, и вот мы купили нашу новую базу. Смотрите, какая красотка. А свет включить нет? А, вот свет. Опа. Все, теперь у нас здесь и свет есть. Хотя я бы не сказал, что он очень большой. Такое, как бы... Вот это, да, у нас участок. Нормально, нормально. Зато место прикольное. Вот, и есть башенька. Все есть. Так, давайте тут тоже свет включим. Нам тут за электричество платить не надо. Опс. Все, тут тоже у нас теперь есть фонарь. Все, давайте посмотрим, что там наверху съездим. Глянем. Так. Вот тут у нас лифт. Ага. Все. Ап, наверх. Надеюсь, в этот раз то мы сможем туда попасть. Вот этот люк не открывается. Служебный люк, я так понимаю. Вот, мы уже почти подъезжаем. И... Да, смотрите, так это и работает, как я и сказал. Только после покупки нам сюда доступ открывается. Вот. А тут нифига. Книжка. Шкафчики. Цвет. Да, что-то здесь пустовато. Ничего толком здесь нет. Я думаю, что-то поинтереснее будет, знаете, там. Нерабочих не тушите? Нет, не рабочий. Муляж. Так, ну пошлите, значит, вниз. Все, спускаемся. И... Наверное, на этом сегодня будем заканчивать. Уже вон... Не знаю, сколько серия получится. Надеюсь, на часе хватит серии. Я там еще нарежу. Потому что записываешь три часа, а из них выходит там, ну... Час. Час двадцать. Что-то типа такого получается. Вот. Ну что ж. На этом будем заканчивать уже. Вот у нас такая вот красивая новая база. Смотрите. Как она классно смотрится. Конечно, не хватает для цвета. Я тут еще поставил бы света побольше. Но все равно. В следующей серии мы построим уже новый летающий аппарат. На котором мы будем уже бороздить все просторы здесь. Осматривать все. Слетаем на вулкан. Вот. А я буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok